так у нас сегодня годовщина 5 лет я мужу подарила альбом тяжелый старый почему-то короче вот такой альбомчик заказала вы знаете расстроилась что напечатан он обычной бумаги хотя я премиум заказывала наши кольца нас подготавливали подружки весь его друзья то этих со мной зашел этому уже в загсе семейные фотографии общие мама папа это эти коробки и сестра его это мои подружки а здесь такое ощущение что то что мы ипотеку берем мне такие такой взгляд был надо было видеть нам там что-то рассказывать это вера ой как это все быстро прилетела на еще здесь такая маленькая это вот мы в загсе уже а посидеть там что-то думает это я расписалась поставила свою подпись или поставил подпись отменялись кольцами довольная поцеловались это нас поздравляли очень секунд поздравляли нас это инесса это бабушка это этика двоюродный брат это его родного родная жена хотел сказать одна и сестра это его папа это игорь он кстати к нам сегодня приезжает спонтанно а это звонок прям перебил все сегодня звонят поздравляют как-то так это прям неожиданно это же не его друг они учились вместе он сейчас кстати с ним разговаривает это вот мои подружки это лейла это яся это жена женина здесь дальше поздравляет все там вроде бы как бы выходить друг друга тоже поздравили вот еще одна общая фотография такие высокие скажемся это мы из загса вышли этот фотографии мне очень нравится это мы приехали на красную площадь я всех заставила прыгать там уходим гуляем позируем смеемся это мы пришли в гум да это сессия у нас было в гуме потому что на самом деле очень там красиво внутри и бесплатно ничего платить не надо классные подка получается так что вам тоже незаметно вот там иди-ка отмучили он так не хотел вот это все фотографироваться как так долго у него прям каторга какая-то была музыка фотки красивая это мы уже приехали в ресторан у нас гости встречают эдик это нас поздравляют гости папа с мамой вот ему надо сейчас разговаривать про коронавирус про этот господи почему у нас здесь танцы это мой родной дядя мамин брат маша поет у нас такой уже такая пошла эта тусовочка прям это моя сестра у нас танцуют восточные танцы это наша танцы но все пошла жара пошла жара свадьба была веселая игорь который сегодня приедет это моя сетка мамина родная сестра моя мама с эдиком это наши знакомые подружки букет ой малого одна из них это наши молодежь наш виолетка здесь такая маленькая господи сейчас не разговариваю гривиолет прошло пять лет ты вообще себя помнишь вот в этих вот сандалях то было в этом платье такая писюшка маленькая сейчас уже сидит воскусите на практике это альбина это наш торт ой так это даже нормально не могу комментировать столько мысли у меня в голове еще столько эмоций не могу правильно выразить потому что они прям зашкаливают это мы поднялись наш номер нас там тоже была фотосессия бешеная вот мы и мой букет заказывала бумагу премиум значит она я думала что она будет глянцевая было написано что она глянцевая ну вот у них вот такой глянец короче говоря делать альбома не откладывается но я вот через пять лет сделала так что мне подарил эдик подарила детьми естественно букет он там еще не поместился он в вазу там и поставили и он подарил два подарочных набора это крем для лица и сыворотка антиэйч нигель для душа но и все рассказывает что в этом году все люди стали злы из-за этого коронавируса из-за этой пандемии короче говоря хотел сказать пару слов про свадьбу у некоторых пар встает такой вопрос нужно ли проводить свадьбу или не нужно нужно ли ехать может быть сразу после загса после росписи в свадебное путешествие и собственно не тратить деньги на все это торжество есть две стороны если вы живете со своими родственниками по соседству или в одном городе вы видите сейчас ты все такое у вас постоянно вот эти вот гулянки застолье новый год все вот праздники вы вместе можно не проводить свадьбу можно просто уехать свадебное путешествие как бы не париться но если вы живете со своими родственниками вдали друг от друга я считаю что свадьбу нужно проводить во первых это память которая остается у вас на всю жизнь до воспоминания а во вторых вы понимаете это свадьба даже может быть не для вас это вот вот я вот так это видела мы когда в ресторан пришли я говорю слушай эдик вот свадьба реально не для нас ты посмотри наши все родственники все наши друзья встретились им весело они общаются и он такой сидит смотрят говорит да и это был последний раз вот правда когда наши родственники были все вместе и наши друзья потому что прошло время к сожалению двоих человек в нашей свадьбы уже нет ну они уже просто возрасте были и в общем они уже ушли все и знаете уже не встретишься во вторых подружки уже тоже как-то у всех своя жизнь 1 вышла замуж и въехала на сегодня как мы с ней не встретимся 2 работает в аэрофлоте летает какая-то тут то здесь что-то мне дозвониться до нее а выходить надо да да я еду сейчас ну и в общем у всех уже своя жизнь уже настолько сложно всех собрать и еще плюсы ряд коронавирус границы закрыты мы уже все тогда мы давно не виделись поэтому если у вас стоит вопрос проводить свадьбу или не проводить свадьбу я считаю что можно проводить если вот вы живете все ни в одном городе и редко встречаетесь потому что этого это это очень дорого стоит когда ваши друзья и ваши родственники собираются все вместе это просто воспоминания которые бесценны я бы так сказала да и кстати альбом классно получился так на эту только фотосессия в загсе и и где-нибудь на пляже в этом свадебном путешествии но это же всегда можно сделать да всегда же можно купить путевку и уехать в любой момент а вот собрать своих родственников близких друзей вообще всех своих близких такое конечно не каждый день случается поэтому я считаю что свадьба это очень хорошо даже если вы тратите там какую-то огромную сумму денег да казалось бы вы могли там 100 все купить не жалейте не жалейте все я пошла